Роберт Уэстон относился к рыбной ловле не только как к профессии, но и как к страстному хобби. В один из ясных дней он отправился на рыбалку на своей лодке, надеясь на удачный улов. Плывя вдоль Калифорнийского побережья, Уэстон заметил необычное движение в воде. Сначала он подумал, что в сети попалась крупная рыба, но приблизившись, обнаружил большую белую акулу. Этот морской хищник достигал в длину не менее пяти метров. Роберт заметил, что у акулы отсутствуют особенности, характерные для самцов, такие как выступы возле плавников, что позволило предположить, что это самка. На спине у нее были заметны шрамы, вероятно, оставленные самцами во время спаривания, что могло указывать на ее беременность. Акула оказалась запутанной в одной из защитных сетей, установленных вокруг пляжа. Сеть, предназначенная просто для остановки рыбы, неожиданно стала ловушкой для акулы, которая безуспешно пыталась освободиться. Конец пляжного сезона уже был близок, и вокруг не было никого, кроме Роберта и акулы, чья судьба теперь зависела от него. Уэстону предстоял сложный выбор. Как опытный рыбак, он мог использовать ситуацию и вернуться домой с уникальным трофеем, который принес бы ему известность. Однако его сочувствие к животному взяло верх над желанием наживы. Решиться нарезать сеть и окунуться в воду было слишком рискованно, учитывая потенциальную опасность от огромного хищника. Однако оставлять акулу на произвол судьбы рыбак не мог. Тогда Уэстон решил использовать подручные средства для спасения акулы. Он подогнал лодку как можно ближе к запутавшейся особи. Роберт использовал удочку с гарпуном, чтобы осторожно попытаться освободить акулу, уперев металлический наконечник в сеть. Несмотря на опасные обстоятельства, акула вела себя спокойно. Вероятно, она была измотана длительным пребыванием в сетке, либо инстинктивно чувствовала, что ей пытаются помочь. После нескольких попыток Роберт смог освободить акулу, и она, вместо того чтобы уплыть, начала следовать за его лодкой. Это поведение было необычным, и рыболов не знал, как его интерпретировать. Сначала он опасался агрессии, но акула просто сопровождала его, не предпринимая попыток атаки. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.